Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш эфир, эфир бизнес-канала. И сейчас время бизнес-класса на Финам.ФМ. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира «Рынок легкой промышленности России». И об этом мы говорим с моим сегодняшним гостем в студии Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», президент группы компаний «Сириус». Добрый день, Юрий. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Все это вы можете использовать для того, чтобы задать вопрос Юрию или собственное мнение, озвучить, что тоже всегда бывает любопытно. Ну и мы начинаем нашу беседу, Юрий. С вами мы в этой студии не первый раз уже встречаемся. Я очень рад в очередной раз вас здесь видеть и уверен, что... Не последний. Не последний, это само собой, потому что получится интересный разговор. Скажите, пожалуйста, для тех, по крайней мере, кто не слушал наши с вами предыдущие эфиры, как складывалась ваша бизнес-история, что ли, да? Как вы занялись непосредственно этим предыдущем? А, вы хотите лично от меня? Лично от вас, да, да. Сначала, в начале. Это было так давно, это было 15 лет назад. Мы в прошлом году компанию исправили 15 лет, да. И мы начинали с подвала. Вот, там было 3-4 человека. И вот мы за 15 лет доразли в серьезную компанию среднего бизнеса. Здорово. Ну, если так, только коротко. Нет, ну смотрите, как минимум это интересно с точки зрения того, как вы вставали в профессии. Все-таки бизнес-класс у нас именно разговор... Я думаю, что это отдельная история. Это отдельная, хорошо. Отнимите 15 лет назад, с чего мы начинали. Вот, вот, вот. Мне важно подчеркнуть именно то, что примеры-то есть такие, что возможно, да, в нынешних и в предыдущих сложных, не всегда однозначных условиях, тем не менее, добиться результата, если просто задачу поставить. Было бы желание. Да, было бы желание. Ну так, ладно, желание есть, замечательно, результат тоже очевиден. Давайте, собственно, начнем разговор. Итак, рынок легкой промышленности. Вообще, что относится к легкой промышленности, если, так сказать, энциклопедически? Энциклопедически, скорее всего, потому что у многих министерств и ведомств разные интерпретации. Кто-то выносит какую-то классификацию, кто-то не вносит. Ну, понятно, что это вещи, носильная обувь, ткани, фурнитура и так далее. Ну, вот, все, что относится, допустим, к нашему такому, что можно пощупать, да, не металл. Понятно. Все это легкая промышленность. Да, все это примерно легкая промышленность. Там сырье, хлопок и так далее. Вот, что хочется начать? Вы знаете, у меня вот несколько цифр есть, я хочу радиослушателей их прочитать, общего такого характера. На сегодняшний день в России 14 тысяч предприятий. Ну, вы знаете, из них всего полторы тысячи относятся к крупным или средним. Вот. Но 70% всего объема этих предприятий делают 300 предприятий. Представляете? Те там, ну, 14 тысяч ничего не делают, непонятно, что делают. Ну, и да, то есть это теряется. А 70% выполняет эти 300 предприятий. Вот. Дальше интересная цифра. Все, что мы выпускаем на рынок легкой промышленности, 20% до 20% мы обеспечиваем свои там структуры силовые. Армия, милиция, даже прокуратура, можем ее одеть, обуть. Ну, это все государственные заказы. Совершенно верно, да. Силовые структуры, вот, до 20%. Все остальное 80% мы, значит, шьем уже на бытовом уровне. Так, следующая цифра. Следующая цифра в этом плане у нас будет... Так, она немножко, значит, вот какого характера. У нас еще в день очень устаревшее оборудование. Доля оборудования, эксплуатированная более 10 лет на рынке, составляет 77%. 77%? Ну, грубо говоря, 3 четверти. Более 10 лет. Вот, смена оборудования происходит 3-4% в год, хотя в нормальной стране экономической это где-то составляет 14-17% по всей отрасли. То бишь, мы здесь очень сильно отстаем, ну, еще поговорим на это дело. Да, да, о том, как мы отстаем... Куда мы вообще стремимся? Совершенно верно. Так, для легкой текстильной промышленности ВВП России за последние 15 лет снизилась в 30 раз. Доля легкой текстильной промышленности ВВП России, да? Вот, в 15 лет снизилась в 30 раз, 12% до 0,4%. В общем, там ничего не осталось. Кстати, опять-таки, да, за счет чего снижение? За счет того, что все остальные отрасли прибавили и на этом фоне потерялась легкая промышленность? Или это все-таки проблема легкой промышленности, что она постоянно... Ну, если говорить о автомобилестроении, там, я не знаю, самолетстроении, то они не сильно у нас продвинулись, да? Вы это понимаете, мы как с вами даже на обывательском уровне понимаем, что мы не ездим на своих машинах, особо не летаем на своих самолетах. Так, сейчас дальше, значит, что у меня... Так, доля российской продукции... А, вот доля российской продукции на российском рынке. Менее 18%. Все, что мы с вами потребляем из легкой промышленности, текстильной, там, трикотажной, это менее 18%. Все остальное у нас привозное. Все импортное. Да, вот такие вот циферки я вам называю. Так, ну, в общем... В общем, все печально, Юрий. Да, печально на сегодняшний день. Статистика, может быть, чуть и не верна где-то, потому что каждое министерство... Ну, я думаю, там принципиальная, да, разница? Разницы нет, да. Общая картина? Общая картина, да. Ясна. Вот такая на сегодняшний день, да. Давайте об этом и говорить, собственно. Давайте. Что привело к тому, что мы видим сейчас такую картину. Причем, я так понимаю, за кадром мы говорили, да, за эфиром, что мы не будем сравнивать с тем, что было при советской власти, да, там совсем другая история. Ну, давайте попробуем, значит, что произошло и как произошло. Ну, во-первых, переходя из социального строя в капиталистический, да, мы никто не знал, как это делать. Вот не будем брать эту сторону. А возьмем, сейчас я хочу понять, я имею в виду, сегодняшний момент, почему вот за это последнее время легкая промышленность находится в такой стадии. Ну, я думаю, во-первых, отношение, конечно, государства. В государстве так много проблем у его руководителей, да. Мы, допустим, вот сейчас в изступлении в ВТО есть такое выражение, что всех больше пострадает легкая промышленность и сельское хозяйство. Ну, если сельское хозяйство правительство никуда не упустит, кто позволит кормить наших людей другим государством. У нас это стратегически важно. Сегодня не будем выращивать рост. То есть вы хотите сказать, что для сельского хозяйства будут некие дотации, обязательно поддержка будет? Обязательно. Они будут или скрытые, или открытые, там, с позволением, а то не с позволением. Но ни одно государство, уважающее, не позволит себе потерять этот рост, чтобы за счет кого-то кормить стратегически. Вот. Поэтому здесь более-менее порядок у нас будет. А вот с легкой промышленностью отдали на откуп. Ну, вроде легкая промышленность, там, не особых проблем. Ну, вот тут пишут, 2 миллиона занятых. Достоверная цифра или нет, неизвестно. Там, как бы, ну, ладно, давайте, у нас есть проблемы, нам надо автопром, самолетостроение, ракетостроение, космос поддерживать. Агро-это комплекс военный. Понимаете, да? И до легкой промышленности, как бы, нет рук и нет этого времени. Вот. Хотя, на самом деле, я, что хочу сказать, с Китаем, я общаюсь и начал работать где-то с 92-го до 93-го года. То есть у вас какие-то партнерские отношения по бизнесу? Да, да, совершенно верно. Потихонечку, не спеша. Вот. И вы сейчас тоже это вспомните. Что мы, на каких, ну, вернее, как мы стали работать с Китаем? Мы стали работать все с Китаем по легкой промышленности. Мы же не возили с воды, а тут технику, автомобили, да, там, оборудование. Мы возили перчатки, ткани, нитки, фурнитуру. Все это потихонечку развивалось. Мы это возили оттуда, потому что оно там было дешевле гораздо. Да, совершенно верно, дешевле. Мы учились бизнесу, учились бизнесу китайцы, понимаете, да? А можно сказать, что мы примерно в одно время начали это? Примерно в одно время. С китайцами? Да. Я думаю, что да, плюс-минус. У них, конечно, фабрики были уже приватизированы в 80-х, когда в 85-м. Они примеры приводили, что отец вот приватизировал ее в 85-м. Уже тогда у них отпускалось чуть-чуть свободное плавание, я имею в виду, в частные бизнесы, в частные руки отдавалось. С китайцами начали сотрудничество, да, я так понимаю? Да, они начали с легкой промышленности. Вот мы возили, а сколько у нас было челноков, понимаете, сколько привозилось вещей. И там эти 90-е годы мы одевались только из Китая в основном. Во все бренды, во все возможные обуви, все что угодно, и шубы. Ну, Греция там помогала. Но основной львиная доля возилась оттуда. Это потом только Китай начал делать, вот сейчас, допустим, мы берем швейное оборудование для легкой промышленности, да, и грузовики вот они сейчас там поставляют, и машины, видим, легковые, их не бегают, и там велосипеды, и стройматериалы, и продукт. Мы все везем сейчас оттуда сегодняшний день. Очень огромный список. Вот, а начиналось сейчас легкой промышленности. К чему это? К тому, о теме, о которой мы сейчас с вами разговариваем, да. Вот, а наше государство на сегодняшний день, ну, как бы к этому относится, вот, в общем, руки не доходят. Хотя проблема очень интересная, ее бы решить, ее несложно решить, она недорогая. Вот, я хочу на своем примере рассказать. Полтора года назад я решил поставить фабрику, вот, по выпуску синтетического волокна. Оборудование в Китае, здесь только строим. Все это стоит 150 миллионов рублей, стоило полтора года назад. Вот. Что самое интересное, мы оборудование заказывали в Китае. И наши партнеры в Китае сказали, вот, если у вас будет, ваша продукция стоит, там, доллар 7, 70 центов, или доллар 85 центов, мы у вас ее всю заберем. Понимаете? Мы начали прочитывать. Все не просто так. Подключился профессор с университета текстильной промышленности Иванова. То есть у вас уже и готовый поставщик, готовый спрос. Покупатель. Понимаете? Вот, как бы. Ну, не совсем выгодно, это не сказка, но мы понимали, что вот он придет, там, 150 эти тонн в месяц, 5 контейнеров, 7, он их заберет, и, как бы, денежки пришлет, и в валюте тем более. Да, мы не рискуем ничего. Да, я скачу. Вот, это полтора года, уже подписание контракта, идут вступления в ВТО. Я уже человек немолодой, я, значит, остановил, сейчас будет это. Да, да, Юрий, мы сейчас прервемся, у нас время новостей на Финам.ФМ. Слушаем новости, а потом продолжаем наш эфир. Итак, друзья мои, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Юрий Савелов, член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», президент группы компаний «Сириус». Говорим мы на тему рынка легкой промышленности в России, а точнее, я бы так перефразировал, мы на тему… Не рынок. Не, проблем рынка, да, проблем легкой промышленности в России, потому что, судя по вашему рассказу, сплошные проблемы, сплошные проблемы, и, наверное, можно говорить, что и легкой промышленности в России как таковой практически не осталось. Это беда, ну и, собственно, в этой беде мы постараемся сегодня разобраться, найдем причины этого. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, у вас есть возможность позвонить в студию, телефон 6510996, код Москвы495, либо написать нам на сайт финам.фм. Ну что ж, мы продолжим. Юрий, вы начали рассказ об этом замечательном предприятии, да, по поводу… По выпуску синтетического волокна, да, потом из которого делается синтетическая пряжа. Кто понимает в легкой промышленности, я просто продолжу. На первых порах все неплохо было бы, да? Нет, нет, да. Все, проект ЕКТ, мы его разработали, все было готово к запуску, даже к подписанию контракта с китайскими партнерами на оборудование. Ну, 150 миллионов, да, там, малого, среднего бизнеса, там, допустим, деньги приличные. И вот с президентом, с бывшим Сергеем Леонидовичем Борисовым, я ему сказал, фабрику, я говорю, давайте попробуем на базе этой фабрики, на базе этого проекта, попробовать, как нам действительно помогут, кто помогут, что помогут. Ну, я получил добро, я встречался с вице-губернаторами области, я был в банке развития, был в банке поддержки малого, среднего, Минэкономразвития. Ну, в общем, понимал, люди, конечно, на меня смотрели, нет, они смотрели с пониманием, они видели, что вроде нужна эта вещь, да, банк развития там сказал, мы отдаем не от 100 миллионов, а от 700, вот, банк другой, который вроде поддерживает. То есть, для них это мелковато. Да, другие сказали, сначала вложите деньги 30%, потом сразу начинаете платить проценты, знаете, как у нас в банках, да, я хочу на этом остановиться. Область сказала, мы дотационные, чем мы вам можем помочь, да, вы нам только рабочие места обеспечиваете, в общем, делать, что хотите. Я так остался один, как коммерсант вам в дом в лице, со своей организацией «Опора России». Вот, понимая, что, как говорится, наше время, есть такое выражение, оказывается, полтора года назад еще не пришло. Но я думаю, оно придет, тогда не пришло, а сейчас я думаю, что оно может прийти. Вот, и на базе этого предприятия, хоть и закончить разговор, как я ходил по учреждению, немножко радиослушача повеселить. Знаете, если вы вспоминаете, такая притча, мужик решил рожь посеять, не знаете, да? Вот, и думает, пойду барина рубль займу, куплю семена, рожь посею, я ее сегодня два отдам. Взял топор с собой в залог, пришел к барину, говорит, барин, дай мне рубль, я куплю семена, посею рожь, осенью два отдам. Топор в залог. Дал барину, вроде, уходить барину останавливать, ты говоришь, знаешь, мужик, тебе, говорит, осенью тяжело бы два рубля отдать, ты рубль сейчас отдай, а осенью еще рубль. Ну, мужик подумал, подумал, отдал, идет и думает, ни рубля, ни топора, рубль должен, да, и все правильно. Ну, может быть, не знаю, так. Вот, поэтому так же, когда я ходил по роге, когда вроде бы все готовы были помочь, все улыбались, на самом деле с мертвой точки так и не сдвинулись. Вот, ну, тут вступление в ВТО я уже, конечно, не хотел рисковать. Был бы помоложен, я бы, может быть, и все равно. Продавил бы. Да, как бы это дело. А сейчас надо, хотелось бы, мы не очень понимаем, я сейчас на сегодняшний день понимаю, что такое ВТО, а тогда просто не понимали. Были совещаниями на экономическом развитии, мы на них ходили, но все равно как-то, что это такое, люди просили, хоть напишите, как мы будем это чувствовать. Хотя это на самом деле не так страшно, допустим, для такой же легкой промышленности. Вот, знаете, к чему хочу вернуться? Переработка, конечно, наш бич переработка. Переработка леса, переработка, там, я не знаю, тех же продуктов, переработка, вот, нефти. И вся синтетическая ткань, все производится из нефти. Понимаете? Если мы начнем перерабатывать нефть, это не так сложно с помощью государства. У нас очередь будет стоять из того же Китая за продукцией. Вот. То есть я правильно понимаю, у нас просто нет, я не знаю, желаний, мощностей. Ну, вот, понимаете, вот я вам с фабрикой рассказал, никому не надо. Как раз это был второй продукт из переработки нефти. У нас что-то производят сейчас в Иваново, там, они три года уже делают, я не знаю, проект они запустили или нет. О нем много говорили. Как раз вот переработка нефти в гранулы, из этих гранул будут делать синтетический хлопок, так называемое синтетическое волокно. Ну, и дальше целая цепочка. Вот. На каждом этапе это все можно продавать за границу и получать валюту. А там есть какая-то поддержка? Нет, они вот сами, поэтому они три года билы. Там просто проект этого завода 40 миллионов евро, 40 или 50. Но это не так много. Потому что, допустим, по выпуску синтетического волокна у нас все Корея, с Южной Кореи везем, с того же Китая. Сами здесь пытаемся переработать. Вот. Цепочка не так сложная. Ну, это и о хорошем. Чем должно было помочь государству, да? Вот. Государство просто должно участвовать в этом деле. Не стоять в стороне вот этих полумеров, да? Рубля нет, топора нет, рубль должен, да? И как там ставь свои заводики, выпускай свое это, а мы будем в космос запускать ракеты и так далее. Юрий, смотрите, мы когда начали разговор, вы говорили, что, ну, как минимум, да, из, там, примерно полутора тысяч реально работают только 300 предприятий. Нет, они львиную долю выпускают, 70%. Ну, 70%, да, львиную долю всего. И еще была интересная информация о том, что очень много работают именно на госзаказ. Вот этот самый госзаказ, он не может поддерживать отрасль, ну, если не в целом, то, по крайней мере. А вы знаете, что такое ВТО? Да, хороший вопрос, ВТО, а ВТО все участники равны. И не важно, чья это будет футболка или там портянка или костюм, понимаете, он главное должен соответствовать техническому заданию. Мы же с вами вступили в ВТО, в международную организацию. Вы из Китая, я из России, кто-то из Турции. Разыгрывается тендер государства. Я думаю, что будут, конечно, защищать. То есть так же, как с сельским хозяйством, например? Да, конечно, чтобы как-то поддержать. Но это не выход из положения. Ну, поймите, что там несколько предприятий, которые будут обеспечивать армию, милицию. А, кстати, можно какой-то пример привести, как это самое выглядит, допустим, в Америке или в Европе или в том же Китае? То есть национальный свой производитель, он наверняка каким-то образом поддерживается. Конечно. Ну, допустим, в Китае, мы еще тогда тоже не понимали, только учились коммерции. В Шанхае, у них там тепло, у них даже батареи нет. Вот, в домах, я имею в виду, климат позволяет. Швейное оборудование, пожалуйста, ставится ангар, там, 3000 квадратных метров, заводится швейное оборудование на определенных условиях. И коммерсанты, от коммерсанта требует никаких там, даже, по-моему, за электроэнергию не платят. Это все дело государства. Я про Китай сейчас говорю. Да, контроль. Его была одна задача обеспечить людей заработной платой. Если он платит ни с налога, с зарплатой, ничего, три года. Если он платит заработную плату, на него нет жалоб, это хороший коммерсант. Вот, его надо поддерживать. Если ему три года мало, дадут пять лет. Вот, неусловно. Дадут пять лет у него от льготного налога. Какого льготного вообще? Нет никакого. Он работает, работает. Потом схватил какой-то капитал. Сейчас он занимается самым элементарным, то, что шьет изделие. А потом эти средства, наверное, будет посылать. И как он делал, в 90-е годы, в конце, начале 2000-х, он уже на производство, на переработку тоже покупали у нас, допустим, тот же лен. Понимаете, еще мы выращивали лен и перерабатывали его в Китае. Вот, потом они стали, конечно, делать оборудование, которое там немножко как-то где-то... Но переработка, я так понимаю, это следующая ступень уже, это более сложный процесс, да? Ну, вот нам в стране не хватает, чтобы нормально себя чувствовать, не хватает переработки. Не хватает переработки леса, продуктов, еще раз повторюсь, нефти. Понимаете, если... Там же небольшие фабрики, парёх и промышленность. Вот, чтобы сделать вашу рубашку синтетическую, нужно пять циклов. Если нам время постарает, я коротенько на них остановлюсь. Да, вот входит нефть, первый цикл, большой завод, который выходит оттуда, так называя гранулы пластические, да, их называя гранулатом. Вот, они оттуда выходят. Этот завод стоит, я вам говорил, 40-50 миллионов евро. Но он может обеспечить 25-30 заводиков, которые выпускают синтетическое волокно. Вот из этого гранулата? Да, с численностью рабочих 100-150 человек. В посёлке 2000 человек стоит такой заводик. Все довольны? Все довольны, да? Да, этот гранулат за границу продаётся. Очень хороший этот. Потом из этого делается следующее. Эти 20 заводиков, 25, ещё там 20 заводиков обеспечивают, которые делают синтетическую нитку. Ещё, пожалуйста, вам цепочка. Следующая цепочка делает синтетическую ткань, полотно. Ткачи так называемые, знаменитые наши, да, ивановские. И пятый этап, это мы красим это полотно. И вот я вам сказал, пять этапов. На каждом этапе мы всё это покупаем за границей. Гранулат, синтетическое волокно, синтетическую пряжу, синтетическую ткань. И с покраской последний этап. Ну, можем суровьё купить, можем покрашивать. Вот эта вся цепочка, мы всё покупаем. У нас что-то происходит, что-то мы пытаемся делать, но оборудование устаревшее. Коммерсанты пытаются, значит, в это здание втистать новое оборудование. Они не входят. В это старое. Старое, 50-х годов, постройки с 40-х. Старое вытащили, этого производства уже нет. А то ещё не налажено, а банк с него требует процент. И так далее. Вот с такими проблемами сталкиваются наши... Но это нерешаемые вообще проблемы? Решаемые очень легко. Есть у нас определённый план в опоре России. Я им занимаюсь, я немножко за это отвечаю, лёгкой промышленности. Конечно, только с участием государства. Вот меня взяли одного, понимаете, я ходил, опоровал, чтобы построить этот завод. Вы знаете, я хочу... Вот осталась реклама немного. Я хочу заотрить внимание ваше. Вот мы продаём миллион нефть по 100 долларов за баррель. Ну, к примеру, говорю, да. Вот если эту нефть на переработку пустить по 70 долларов, понимаете, да, вот мы её запустили, то на выходе мы будем иметь 700 долларов в конечном этапе. И всё это продаётся за границу, все эти пять этапов. Мне, может быть, так на слух тяжело, я объясняю. Нет, наоборот, я просто уже картинку даже эту вижу. Понимаете, да. То есть 70 долларов сделали 700 долларов. Но это валютный этот. Понятно, понятно. Но всё это вот 70 и 700, эти там 600 долларов идёт на заработную плату, на электроэнергию, на налоги и так далее, и тому подобное. Все счастливы. Вот, наступил район. Вот, об этом же речь же. Все довольны-то. Все довольны при этом. Ну, не двигается, потому что в стране очень много проблем. Мы, я ещё раз говорю, поддерживаем. Подождите, в стране очень много проблем. То есть вы, когда обращаетесь, да, с своими предложениями, говорят, подожди, сейчас это именно так. Да, да, слушай, нет, они-то есть комиссии там при Медведеве созданы. Они там что-то пытаются сделать. Тут выезжал и президент, и премьер-министр. Вот в Вологде, по-моему, есть большой комбинат по выпуску хлопчатобумажных тканей, бязи. Они там шьют постельное бельё, сиитиц, большой комбинат, красивые расценки. Вот и куда привезли. И что? А сырьё-то не наше. Хлопок-то у нас откуда? Нам не выра... Нам в Картаре невыгодно хлопок выращивать. Зачем нам его выращивать? Мы не можем конкурировать с Абрекистаном, у которых условия климатические там в три раза лучше. Зачем вы? Мы сколько заканчивали денег? Мы пытались это делать. И в советские времена пытались. Ну, чисто так. И Краснодар пытался выращивать, но не получается. Ну, и зачем? У нас нефть. Давайте её перерабатываем. Дадим синтетические ткани, нитки. Узбекистану. У него возьмём хлопок, хлопчатобумажные изделия. Те же нитки. Понимаете, да, весь этот процесс есть. Я сейчас статью вот там в газету одну написал. Сейчас её буду опубликовывать. Как раз я всё это там расписал. Кто это должен услышать в конечном итоге, Юрий? Скажите, пожалуйста. Вот всё вы правильно говорите. Я знаю, вам пример один приведу. Нам в стране не хватает, я думаю, что рекламы, наверное. Да, вы мне напомните про этот пример. Обязательно. Дело в том, что не хотелось прерывать было. Сейчас у вас будет перерыв. Это очень интересный пример. Напомните, я вам расскажу. Очень хотелось бы, кому мы оперируем всё-таки. Сейчас мы новости на Финам.фм слушаем, потом продолжаем эфир. Итак, друзья мои, бизнес-класс на Финам.фм. Мы продолжаем эфир. Говорим сегодня о проблемах лёгкой промышленности России. Сплошные проблемы, к сожалению. В гостях Юрий Савёлов, член президент президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опора России. Президент группы компаний «Сириус». На всякий случай. Телефон студии 6510-996. Код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Итак, вернёмся. Юрий, да, замечательный очень рассказ. И в конечном итоге очень хотелось бы услышать. Всё это кому вы оперируете? Нет, 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 подождите. Я остановился до рекламы на примере. Значит, смотрите, интересно. На стране нам нужно для производства 70 миллионов тонн цемента. Мы на своём оборудовании, даже у нас не очень новые, есть предприятие тоже, можем выпустить 35. Что делает Казахстан с Белоруссией? Они на уровне правительства создают комиссии. Понимая, что нам эту дырку нужно заполнить. Вот, быстренько налаживают производство силами государства, средствами государства. Вот, можно рассказать как, но эта тема не для этого. Просто пример. Вот, начинает заполнять этот рынок наш. Понимаете, логистика Белоруссии близко, это близко Казахстану. Вот этот вот центр начинает заполнять. Быстро сориентировались, всё, и мы опять кому-то, для кого-то, на что-то, для кого-то работаем. Это такой вот пример. Хорошо, в этом случае, кто молодцом себя показал? Кто молодцом себя показал? Что вы имеете в виду? Ну вот, смотрите, да, вы нарисовали картину, у нас есть на нашем российском рынке, да, дырка в районе там 60... 35 миллионов цемента. Да, ну не хватает нам до 90-го, вот столько-то. И Казахстан с Белоруссией быстренько эту... Ну, у себя нишу заняли. Да, на своём. Кто молодцы-то? Молодцы кто? Ну, они, наверное, мы опять, конечно... Ну, они молодцы, я почему этот пример привёл, опять, произошло на уровне государства. Какие-то там частные компании большие... То есть все эти вопросы, конечно, решаются на уровне государства. Ну, конечно, у нас есть для этого министерство, понимаете, есть Минэкономразвитие. Вот, они вот как раз, может быть, на уровне Минэкономразвития быстро это решили. У себя, в Белоруссии. Стали перерабатывать там сырьё в цемент, нам поставлять его. Ну, всё это было... Почему я это рассказал? На уровне государства всё решается, понимаете? Сам коммерсант, потому что большие компании монстры, им всё неинтересно, им не нужны свои проблемы. И надо осваивать шельфы какие-то, там, не знаю, ещё что-то, понимаете? Газопроводы там размером с автомобилей и так далее, и тому подобное. Кому нужна фабрика какой-то, он даже не знает, в какой рубашке ходит. Ну, наверное, знает. Вот, какому нужна фабрика? Я имею в виду про большие компании. Конечно, это всё делается на уровне государства. Почему начал свой рассказ с Китая, который, мы говорим, значит, она стала уже такой быстрый подъём, быстрое возрождение. Ну, это яркий пример, видимо. Да, просто это, опять же, на лёгкой промышленности, понимаете? Потому что рынок лёгкой промышленности очень нагромет в мире. Ещё раз повторюсь, зачем нам там шерсть? Ну, нет у нас столько баранов, да? Зато у нас есть синтетические ткани роскошные, которые мы можем, вернее, из нефти переработать. Пожалуйста, мы будем поставлять вам. Ну, мы будем, конечно, шерсть свою поддерживать. Ну, в тех объёмах, в которых нам необходимо, чтобы не датировать государством там лишний раз, деньги не выбрасывать. Вот, вот такие вещи. Поэтому нужно разбираться, что нам нужно, что мы можем, что нам выгоднее перерабатывать. Кстати, извините, Юрий, смотрите, вот пример ещё с Краснодарским краем, да? Где, вы говорите, пытались всё время выгодить? Ну, да, там люди пытались делать, и предприятия пытались, колхозы. Ну, допустим, пшеницу. Пшеницу у нас, помните, там из года года её очень много, да, вот, и некоторые поля пытались сеять хлопком. Был Краснодарский хлопок. Я сейчас, правда, с ним не сталкивался, но он был. Не обсуждается, очень пшеницкого плохого качества. Да, вот я к тому, что это можно сравнить там с какой-то, да, кукурузной программой товарища Хручёва. Ну, совершенно верно, да. Вот, я не знаю, когда она прекратилась, это просто как пример. Зачем у нас есть, что перерабатывать? Есть это и хлопок. Как, допустим, на сегодняшний день, Европа встает на синтетические ткани. Хлопок, конечно, все уважают, но, допустим, в медицине, в Европе сейчас используется стопроцентная синтетика. Почему? Они там доказали, что всё-таки от хлопка ворсинки какие-то при операции вообще при этом. Она дорогая ткань, да, там, не помню, долларов по 20, что ли, за метр. Вот это именно как раз медицинская. Ну, то есть, в любом случае, да, рынок сбыта, он обеспечен. Ну, конечно, если вы занимаетесь переработкой, да, не просто гоните нефть, а вы занимаетесь, я бы сказал, 5 этапов. Представляете, на каждом этапе, если вы доллар на уровне государства, вернее, баррель сюда нефть зальёте не по 100 долларов, а по 70, вот, у вашей операции у вас будет очередь стоять. Что такое коммерция, да, узнает ровно через 3 месяца, что у вас есть готовая продукция, вот, хорошего качества, там, и более дешёвой цене. С любого конца света приедут, её заберут. Так, я понял, хорошо. Значит, давайте тогда мы поговорим о неких перспективах. И в очередной раз, значит, мы говорили о том, что под лёгкой промышленностью, да, мы подразумеваем и текстильную отрасль, обувную, и коржевенную. Я сразу вспоминаю опять советские времена, когда у нас было огромное количество в магазинах обуви, которые никто не покупал. Вот, если сейчас, да, ситуацию обрисовать, то, что происходит в России, как она выглядит, именно обувная и кожевенная отрасль лёгкой промышленности? Ну, опять же, если у нас нет говядины, откуда нам взять кожу натуральную, понимаете? Ведь вы сами сейчас даете вопрос. Всё это синтетическое, всё, что приводится с Китая. Просто по новым технологиям. Немножко где-то даже добавляет натуральной кожи, перемешивает всё с этим. Ну, я не буду рассказывать технологии, я просто её знаю. Вот, так зачем нам, если у нас нет из кожи делать? Мы давайте будем делать у себя эту синтетику, опять перерабатывать. И китайцам поставлять, ну, пусть они шьют обувь, допустим. Мы будем делать им заготовки, я имею в виду сырьё. Они пусть шьют. А если говорить о качестве, вот, подобные технологии, она... Вы знаете, технологии, вот я сейчас не зря вам говорю про ткани синтетические, которые более прочные, более долговечные. Знаете, всё равно синтетика, как ни крутить, срок распада там 200 лет, может быть, да. Понимаете, о чём я говорю. Вот, мы просто привыкли к хлопку, допустим. Но весь мир привык к льну, к хлопку, ну... Давайте так, к льну, хлопку к натуральным всё-таки материалам. Натуральным, да, к натуральным. А мы говорим сейчас о неких заменителе натурального материала, о синтетике. Которые никак не влияют на организм, понимаете. Не раздражают, ничего. По новым технологиям, более лёгкие даже, я бы сказал, понимаете. От влаги спасают от дождя. Это же синтетика. Хлопок надо там пропитывать целое. Плащи все сумки. Понимаете, как это называется, кожаные, кожзамы, изделия из кожзамы. Вот, вот это вся лёгкая промышленность, всё это нефть. Всё это нефтехимия. Перерабатывать несложно. Не надо строить огромные какие-то комбинаты, понимаете. Которые, наверное, в нашем воображении, что это там 120 труб, которые выше Останкинской башни. Нет, это всё гораздо проще, компактнее. Вы вспоминали сегодня о том, что есть там старые уже, да, 50-х годов прошлого века мощности производства. Ну, в частности, здание какое-то, в которое... Да, цифра была. 77% у нас более 10 лет. Ну, это оборудование. В которое, да, новое оборудование пытается, да, коммерсант впихнуть, и у него этого не получается. А может быть, есть какие-то технологии с этой точки зрения? Есть технологии. Опять в опоре есть ответ на это. Совершенно верно, вы правильно говорите. В два раза экономичнее поставить рядом в 10 метрах новый ангар по новым технологиям. Быстрее строится два месяца. Под это оборудование, которое тоже нужно. Вот наше оборудование было 12 высотой метров. Понимаете, он так шёл. В одном конце был 12, а потом снижался до 3. Ну, это строилось там. Это специальные станки какие-то, да? Вот то, что мы хотели выпускать не станки, это сепаратор такой, там, в общем, своя технология была. Что я, конечно, так и не сделал. А может быть, сделаю. Вот. И поэтому, конечно, это строится, как говорится, в поле. Ну, так как бы вот я строил там рядом с своей фабрикой. У меня там коммуникации есть, газ есть, электричество есть, канализация, грубо говоря, есть. Технологии эти заимствованные, да? Это всё зарубежно. Ну, нет, почему у нас всё это есть? Да? Ну, просто счетовые эти, как они называются, сейчас я вам скажу. Ну, не гипсокартон, конечно, но металлические, как они, сэндвичи, панели. Всё это собирается по 25 лет у них гарантия, или по 50 даже. А зачем нам 50 лет? Правильно? Ну, вы говорили о том, что кожзаменитель, да? 200 лет в период распадывания. Ну, я к примеру говорю, да. Я сейчас немножко другое. Вот. Зачем нам к оборудованию хотел вернуться? Вот когда столкнулись с таким интересным моментом радиослушателям, скажу. Ну, китайское оборудование стоит, там, к примеру, сейчас могу ошибаться, ну, плюс-минус 40 миллионов, там, 45. Европейское оборудование – 90. Угу. Два раз больше. 85. И японское – там 130. Странно, интересно. Давайте разбираться. Вроде одинаковое оборудование, ну, у японцев датчиков там побольше, как всегда, да? У европейцев на 15 лет рассчитано, у китайцев там на 7-8. Нет, давайте европейцев возьмем, что-то на 15 лет. Зается вопрос, а зачем нам на 15 лет? Давайте на китайском 5 лет отработаем. Возьмем все, что нужно. На его место или рядом поставим другое. То, что востребовано рынком уже, потому что рынок очень сгоротечен, действительно меняется. Предлагают на рынке. Вплоть до того, что через, условно говоря, 5-7 лет понадобятся новые оборудования. Вот рядом же ставят такой же ангар, новое оборудование. Это пока выпускается, его никто не... Ну, то есть такой подход, он ретабельнее, да? Он выгоднее получается? Ну, конечно. Ну, представляете, вам надо остановить производство. Все вытащить. Тем более оно работает. Это же не пустое у вас здание. Кстати, работает привод, стоят люди у станков. О, вас привозят там оборудование. Вам надо месяц его вытаскивать. Готовить площадку под новое оборудование. Кстати, китайцы делают вот с гарантией 5-7 лет. Это может с прицелом как раз... Ну, есть, конечно, сложности. Я не буду говорить, что они там все молодцы во всех отношениях. Есть, конечно, сложности. Но то, что да, там... Вот как раз мы с этим институтом, с этим профессором тоже я участвовал. Понимали, что здесь просто, допустим, металл 10 миллиметров. У китайцев он 7. Понятно, да? Эти 15 лет, значит, там... Это может выстоять там 8. Чисто вот сравнение. Но это, тем не менее, на качество конечной продукции никак не влияет. Не японская, не европейская, не китайская. Качество одно. Только это меньше поработать. Ну, почаще, может быть, ломаться будет. Мы тоже это учитывали. Понимаете? Ну, в два раза. А с другой стороны, зачем мне 15 лет? Ну, может быть, на первом этапе понадобится. Я думаю, что вот с таким прогрессом, ну, 15 лет, наверное, это очень много. А японцы не говорят, сколько будет работать оборудование. Ну, они подружающие вечным будут. Совершенно верно. И самое неприятное, вы знаете, как вот... Все-таки нам, наши партнеры из Европы, из Японии, тоже не пытаются новое тогда предложить. А пытаются предложить на 15 лет то, что они уже использовали. БУ, что называется? Нет, не БУ, технологию. А, технологии устаревшие уже. Ну, как бы, понимаете, у них уже в разработках, а может быть, где-то и запущена новая технология. И вот это они, как бы, ребят, вот мы готовы вам продать и поставить у вас. Они поставили, а потом выясняется. У них уже заводы работают на другом оборудовании, да, а мы на этом еще 15 лет будем работать. Вы поняли, что я сказал? Да, да. Мы все это учитывали. Ну, для коммерсанта это интересно, если бы не так грустно было в конечном результате. Потому что результат-то все равно должен быть. А у нас он не получился. Мы там в Китае четыре раза ездили, профессор ездил. Вот, вели переговоры, снимали на камеру, как все это работает. Ну, интересно, в общем, я в опоре хотел на базе этого предприятия, вот все, что я вам рассказал, всю цепочку, да, как-то привлечь государство, что ли, я не знаю, да, губернаторов, вот, чтобы вот развить. Без государства это тяжело очень. Ну, и в конечном итоге задача не решено. Наше время еще не пришло. Хорошо, когда оно придет в наше время? Что должна быть оппозиция? Вот сейчас услышат нашу передачу, да? И все изменится сразу. Завтра нас с вами пригласят. Да, да, я очень надеюсь, все это так. Понимаете, скажешь, ну-ка выступите в правительство, расскажите. Конечно, там, я как бы не являюсь консультантом, не то что экспертом, да, правительства, но данные-то можно отправить, куда нужно, если тут разработать. Ну, тот же губернатор говорит вам, да, я не могу тебе ничем помочь, мы сами дозационные районы. Конечно, и все, на этом все заканчивается. А чем он может помочь? Ну, представать не буду там как-то, да, или что-то. А, вот они что говорят, мы не будем за участок брать сайта. Аренду. Да, что там, два года или три. Я говорю, ребят, не смешите, не надо. Заполните анкету, где будет написано, сколько у вас людей будет работать, сколько налогов вы будете в первый год носить, сколько во второй, сколько. Вот они такие. Ну, хорошо, это я сейчас напишу, вот вам 100 миллионов, я за год заплачу, чем будете помогать? Не, ничего. Дозационные. За аренду не будем брать? Да, за аренду будем не брать. Ну, спасибо. Вот так примерно происходит. Не во всем, почему? Ну, я еще раз повторюсь, что правительство, конечно, смотрит. Вот, есть у нас проблемы и посерьезнее, тем легкая промышленность. И опять же повторюсь, что в Китае все началось с легкой промышленностью. Не очень сложно. Никаких больших затрат. Понимаете, заводик стоит, вот то, что я вам называл, там до 150 миллионов рублей. Окупаемость его 14-17 месяцев максимум. При условии, что вот, понимаете, каждый вид предприятий, они есть у нас сейчас в этом стране. Но все сырье заводится. Я понял, Игорь. Сейчас еще раз новости послушаем. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем рынок легкой промышленности России. Ну и в основном, как уже печально это признали с моим гостем, говорим в основном о проблемах. Потому что за эфиром я говорю, Юрий, давайте что-нибудь оптимистичное. Позитивное. А не о чем, говорит Юрий. Кстати, еще раз я представлю моего гостя Юрия Савелов, член президента Российской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», президент группы компаний «Сириус». Ну что ж, тем не менее, Юрий, надо искать какой-то позитив. Мы говорим о перспективах сейчас. Вообще вот эта проблема, да, стратегически или может там тактически как-то она может... Нет, ну опора, я понимаю, опора для этого существует у нас в разных направлениях, там связанных с легкой промышленностью. Вот как-то мы этот вопрос будем решать, возрождать. Давайте так, вот опора России, это единственная сила в России, которая может сдвинуть с мертвые точки. Нет, конечно, есть же организации легкой промышленности, РСПП, кстати, я там тоже являюсь членом РСПП, тоже в комиссии легкой промышленности. Почему? Все ли работают в этом направлении? Вот, все пытаются возродить легкую промышленность. Дойдет это до наших руководителей. То есть доходят... Пока все в холостую? Нет, не все в холостую. Я же говорю, в Иваново строится завод. Тяжело, люди три года пробивали, вот как раз по выпуску этого гранул этих. Вот дорогой проект. Это первая ласточка, что называется? Ну я сейчас точно не знаю, но строят они его, по-моему, все-таки они его запустили. Ну я имею в виду, запустили в строительстве. Да, конечно, если они его построят, то на их примере можно... Вот, вот, вот. Причем, опять-таки, вы говорите, да, срок окупаемости 17 месяцев. Ну этого заводика побольше, потому что это основной завод, который потом все маленькие будут обеспечивать. Фабрики, даже не заводом это назвать нельзя. Это фабрики по выпуску синтетического волокна. Пряжи, ткани, покраски тканей. Большие фабрики такие, по 70-100 человек работающих. Вот, пример тут хочу привести, немножко от темы отойти. Давайте. По инвестиционному климату. Собирали губернаторов в этом. Собирались губернаторы в Калужской области. Вот, такой пример там был, рассказали. Одно предприятие хотело поставить в Калужской области завод по производству шин. Оно хотело поставить в России, в Китае и в Америке. Одно предприятие наше, отечественное? Нет, зарубежное. Вот, оно ставит три предприятия в Китае, в России и в Америке, в США. Что делает Китай? Он говорит, ребят, какое оборудование, что вам нужно? Он говорит, нужно нам помещение, 10 тысяч квадратов или 20 тысяч квадратов. Такие-то, такие-то. Коммуникации. Он говорит, хорошо, через полгода у вас будет все стоять. Завозить оборудование. Все это от государства, все это бесплатно. Так. Какое-то интересно, да? Это очень интересно. Американцы говорят, сколько стоит ваш проект? 200 миллионов долларов. Завод сам, это-это. Хорошо, половина после обрезания ленточки мы вам возвращаем. Просмотрят все, понимаете, да? Хорошо. Россия, матушка, Колумб. Вы чем нам, какой у вас климат? Чем нас порадуете? Да, если мы поставим у вас такой завод. Ну, ребят, чем мы вас порадуем? Ну, вот дадим вам отсрочки 5 лет налогов на уровне нашей губернии. Это не шутка, это факт. Но дело не в этом. Хочется оправдаться, понимаете. Любое большое предприятие, конечно, они там, маркетологи, все просчитывают. Даже если бы и этот налог бы им не дали, все равно бы они пришли на этот рынок. Все равно бы они дали. Я не считаю это инвестиционной привлекательностью. Хотя, с другой стороны, может быть, конечно, нет. Если 200 миллионов стоит, а 100 возвращают, да, почему? Что потери в два раза сокращаются, почему бы нет? Но если мы не можем таких предоставить, вот, интерес. Хотя, инвестиции, конечно, вот, в переработку, я считаю, что большая перспектива. Надо здесь законодательную базу улучшать. Понимаете, человек построил фабрику, гражданство ему давать была такая тоже тема. И так далее, и тому подобное. Если он занимается переработкой сельхозпродукции, вот я вам, как говорю, тканью пускает, или еще что-то. Вот это нужно поддерживать. Кстати, завели мы разговор об инвестиции, да, ну, о климате, как таком, о инвестициях. И, может быть, о целевых, там, государствах, инвестициях каких-то. В данном случае государство могло бы рассматривать, да, подобные... Вот то, что я рассказывал, конечно, государство обязано создать, там, при департаменте, или, там, при министерстве промышленности, какую-то корпорацию государственную с небольшим количеством людей, которые будут строить и отдавать это в частные руки. Через банк есть проект, есть все расписано. Потому что государство, построив там за пять лет, не знаю, там, две тысячи фабрик небольших, ничего не теряет. Безусловно, она, наоборот, больше приобретает. Конечно, она ничего не теряет, все рассчитано. Почему? Потому что, если есть сбыт, соответственно, прибыль, да, значит, можно платить проценты банку, включается Сбербанк. Государство построило, 150 миллионов уложило, включается Сбербанк, закладывает это предприятие, государство эти 150 миллионов возвращает. Тот коммерсант, который здесь работает, начинает платить Сбербанку проценты. Проценты должны быть льготные. Вот, сырье он получает, я вам сказал, по 70 долларов, не по 100, да. Ответственно, люди работают, да. Все крутится, все работает, все отправляется в Китай. Опять же, это не хлопок, это не шерсть, да. Вот те вещи, которые можно легко и быстро сделать, их надо считать. Может, даже по выпуску обуви у нас не получится, потому что у китайцев там развита моторика. Это их не конек. Почему они все это шьют на машинках, обувь там вверх, обуви, да. У нас там тяжелее. Моторика, подождите, моторика на уровне человеческого? Человеческого, да, фактора коня. А как же. Вот, у них же сидят и за машинками по 12 часов работают. То есть это зависит уже непосредственно от физиологии какой-то, да? То есть китайцы это могут делать, а русские? Ну, не русские, допустим, в Европе и устают быстрее. Понимаете, там в полтора раза. Вот о чем это говорит. Именно мелкие вот эти вещи, пришивать что-то это. У нас другое. Но все-таки надо вспомнить еще и уровень оплаты труда. Наверняка ведь, да, китайские рабочие. Ну, на сегодняшний день в Китае это больное место. Наши ткачи их получают, там, не знаю, 500 долларов, 700. А в Китае сейчас они просят полторы уже. А, то есть это не стало конкурентным преимуществом, кстати, уже, да? Сейчас это их не бить. Я вам сейчас пример придумал. Поставка, не могут поставить контейнер обуви после своего Нового года. У них в феврале целый февраль Нового года. Я думал, пошутили. Люди уехали, не вернулись. Уехали из Китая? Нет. Отсюда? Ну, они разъезжаются по стороне у себя там Новый год целый месяц. Не вернулись. Они сейчас набирают новых, обучают их. А те почему не вернулись? Не знаю. В общем, нет рабочей силы. Я говорю, да ладно, ну хватит, ну что такое. В Китае нет... Ну, на маленьком примере. Это на уровне анекдот уже звучит. Да, я говорю, что... Ну, на маленьком примере. Да, да, вот. И они налаживали месяц, пока опять собрали, пока это, конечно, не нашли людей. Ну, для меня это было удивительно. Почему они сроки срывают поставки? Потому что вот после Нового года люди не вышли, пока не нашли, пока... Получилось так, что... Но здесь ключевой момент с Новым годом связан? Или все-таки это проблемы сейчас в Китае? Ну, знаете, я не разбирался. Вот то, что было, допустим, вот после этого Нового года, да, почему там не пришел там товар, мы тут сидели, обсуждали там в определенном кругах. Вот, да, вот такая вот история. Они писали это, что вот у нас нет рабочих. Ну, грубо говоря, перевести на как нет рабочих. Ну, может быть, с Новым годом связано, может быть, там... Но такого не было. А вот про ткачей, я вам сказал, это да. Не выходят на работу ткачи. Китайцы пытаются в Вьетнаме разместить. Камбоджи. В общем, чтобы там платить меньше. Подешевле, да, они ищут опять подешевле? Конечно, Таиланд. Ну, там, ближе по своим категориям. И это уже год-полтора-два назад у них такой. Ну, смотрите, вот если с этой точки зрения сравнивать, мы ведь тоже неконкурентоспособны здесь. Вряд ли кто-то здесь сможет найти рабочую силу дешевле, чем в Китае, уж я не говорю про Вьетнам. Понимаете, мы только это... Чтобы таким заводикам нужно там 70 человек, а из них специалистов 10. Остальные технические сотрудники. Вот тот заводик, который я... А что за специалисты? Их надо где-то учить или это... Ну, в процессе сборки, наверное, оборудование несложное. Как раз по выпуску этого синтетического волокна, но несложное. То есть, условно говоря, вот есть 10 специалистов, да? И вокруг них еще 80, а вокруг этих 80 дети, папы, мамы, соответственно, еще там в три раза увеличатся, все обеспечены. И тут просто какая-то мысль шла. Мы немножко с вами заговорились, не как мы говорили, что китайцы стали переводить свое оборудование. Да, это... А все равно сырье, понимаете? Если у вас есть нефть, если у нас бензин дешевле, да, если на перерабатывающие комбинаты нефти поступает нефть по другой цене, давайте перерабатывать не в бензин, а вот то, что я вам показал, в гранулы, в конечном итоге синтетические ткани, которые будут конкурировать. На мировых рынках? ВТО, наверное, не позволит нам по такой цене. Хотя, с другой стороны, ведь по ВТО, знаете, очень интересно, вообще целая тема, можно говорить долго, понимаете, там 10 докторских дехитарций на сегодняшний день нужно защитить. И это будет так сказано, а то и больше. Любая тема, как государство себя защищает, как это... Ну, с другой стороны, у нас что будет? У нас должен быть товар, цена, качество. Тогда пусть они сами защищаются. Я имею в виду те страны, которые... То есть внутри ВТО мы будем конкурентоспособны? Если у нас есть товар, если у нас цена... И качество. Вот и все. Сырье, не товар, сырье. Потом мы его перерабатываем. Товар в качество. Все. Будут приезжать со всего мира, покупать, стоять очередь. А наши коменданты будут цены увеличивать. Ну, дай бог, чтобы так было. Юрий, все-таки немножко времени осталось. О перспективах этой самой легкой промышленности, или как в одном фильме говорили, легонькой промышленности в России. Как вы видите это? Ну, коммерсанты, вы знаете, вот и фабрики такую, которую я хотел поставить, есть уже. Вот в Суфтовкаре мы же изучали все это. Они поставили там с выпуском что-то 10 тонн. Потом год поработали, поставили уже с мощностью в 20 тонн. То есть люди пытаются при поддержке губернаторов там своих... Ну, это не массово, понимаете, это не победа. Это так, удержание непонятно чего, одного названия, что у нас есть легкая промышленность. А вот это ведь нам предоставляет огромные шансы, огромные возможности. Действительно, поднять, может быть, даже глубинку. Ну, переработка. Не только говорю про легкую промышленность. Тот же лес, понимаете, да, тот же стройматериал, который мы везем сейчас из Китая, непонятно в вагон. Ну, по большому счету, да, в глубинках, мы говорим, у нас нет рабочих мест, да, людям нечем заняться. Вот это вот вариант, я так понимаю. Очень большой вариант. Решение проблемы. Ну, это решает все государства, Китай так решает, понимаете, не только так. Все цивилизованные в мире, я вам про цемент рассказал, на уровне государства стали делать это. Они же где поставили? Они же не только поставили там эти цементные заводики, также у всех их распределили в тех местах, где там нет рабочих мест, да, понимаете. Ну, где государство решило, вот сюда поставьте. И пусть тот коммерсант его выкупит. Ну, это уже отдельная тема, отдельная это, как коммерсант будет его выкупать. Вот она тоже есть, о ней можно говорить. А коммерсант, кстати, выкупать его свои средства? Через банк, должен через банк И причем банки опять, да, какие-то более Лояльные условия должны Ну да, говорили об этом, тот же Сбербанк, банк развития Лояльные условия на 5 лет там под 5 процентов В принципе банк не рухнет от этого Да, и все равно прибыль имеет И коммерсанту не тяжело будет Вот, у него все работает, у него все крутится У него есть самый главный сбыт и дешевое сырье Из которого он переработает На самом деле Не надо ничего сложить, все так-то просто Ну вот, у меня тоже сложилось Именно такое же впечатление, что все достаточно просто Но мне почему-то непонятно, что Несмотря на... Я вам про цемент привел пример Цемент еще проще Если здесь сложнее объяснить, там 5 этапов То цемент еще проще Нам же его кто-то поставляет Мы же не можем свой возразить Несмотря на очевидную простоту, это не движется тем не менее До 50 миллионов тонн Пусть не надо все закрывать, чтобы потом не было переизбытка Давайте закроем хоть 50 миллионов тонн этого цемента Ну, с помощью государства Ну, пока опять не движется Я понял, в общем, ключевое слово такое С помощью государства Конечно, без государства средний бизнес, малый Особенно переработка На сегодняшний день С законами Сформировавшимися, я имею в виду С той же таможенной Хотя таможенной ВТО сейчас, да, может быть станет полегче Но все равно там подключение Без помощи государства Там построить очень тяжело Разрешение 3 года, там 2 года получать Я понял, Юрий Ну, хорошо будем надеяться, что государство нас услышало Сегодня мы говорили о рынке легкой промышленности в России В гостях был Юрий Савелов Член президента общероссийской общественной организации Малого и среднего предпринимательства Опора России Президент группы компании Сириус Спасибо огромное, спасибо за внимание Всего хорошего До свидания